Всем привет дорогие друзья, с вами Хилч, и добро пожаловать на новое видео на моем канале. По названию вы наверное догадались, что видеоролик этот будет очень интересным. Да, в этом видеоролике я поставил себе цель зайти на очень большие координаты, насколько возможно. Без лишних слов мы пожалуй начнем. В одном из моих видеороликов я говорил, чем можно заняться выживанием. Это найти фантомные земли. Да, сейчас мы этим и будем заниматься всеми способами. Можно использовать читы, можно использовать разные гейммоды и так далее. Я же предпочитаю сначала построить портал в ад, следовательно вы поймете для чего. Но для начала давайте-ка мы тут все подкорректируем. А именно увеличим наши кнопки, потому что мне слишком сложно нажимать, они слишком маленькие. Так вот, хорошо. С чего же мы начинаем сейчас? Сейчас здесь мы построим портал. В дальнейшем мы будем через него телепортироваться на еще дальше координаты. Если же вы не знаете, то один блок, точнее, ну да, один блок в аду равен 8 блоков в этом мире, в нашем обычном мире. Это единственный оптимальный вариант, через который можно, конечно же, телепортироваться, да, но если это по-честному так брать. Итак, мы с вами запрыгиваем. Но, как я сказал ранее, можно использовать все, читы и даже все что угодно. То есть, следовательно, телепортацию тоже можно использовать. И что же я предлагаю вам сделать, мои дорогие друзья? А именно... Да, ребята, телепортироваться на миллионы координаты. Именно в аду, потому что, когда мы выйдем с вами в обычном мире, мы окажемся уже где-то на 40 миллионах координат. Это будет очень-очень круто. Самое главное сейчас это вписать все характеристики икса. Y и Z нам пока что не нужно, это только пока что. Смотрим, и нас долго сейчас будет прокружать, это логично. И мы оказались в каком-то блоке, но ничего, мы сейчас выйдем. И, как видите, мы на миллионном... да, координате, да. Тут уже будет немного подлагивать, что логично, но это нас не остановит. Мы зайдем дальше, возможно, пока у нас даже Майнкрафт не вылетит. Но пока с моим телефоном все в порядке, и мы идем дальше. Так, вы видите, мы выбрались куда-то, но это какая-то маленькая печерка. А давайте пойдем туда немного, что ли, чтобы более по-фрекционистски сделать. Блин, тут лава, конечно. Ладно, давайте немножко отойдем от нее, чтобы было... да что такое? Да, не везучесть. Итак, мы будем все время увеличивать число, если у нас, конечно, не будет жестких лагов. И давайте, пожалуй, ну, выберем, так скажем, число 5 миллионов. Почему бы и нет? Вписываем в это число, как я сказал уже, Y, Z, нам просто не важен, мы любое. И, как видите, нас опять долго грузит. Но это не проблема, сейчас все будет, и опять мы в блоке. Да, сейчас постараемся выбраться, что ли. Да, ребята, вы, наверное, заметили. Во-первых, я выбрался за бедроком, а во-вторых, тут уже начинает немножко подлагивать, что очень плохо. И также тут лава, давайте так что выберемся вот так. Да, пожалуй, так-то лучше. Ох ты же, блин, не знаю, видно ли вам, но мне очень сложно двигаться именно вперед и назад. Действительно, давайте тогда, пожалуй, уже сделаем в мир наш обычный и посмотрим, докуда мы дошли. Потому что здесь уже в аду мне действительно становится сложно двигаться. И так, ребята, долгожданный момент, и что же будет? Ох, ни черта себе. Ну надо же, мы дошли уже до фантомных земель, так быстро, я даже и не думал. Успели мы с вами за 4 минуты, ребят. Правда, у меня возникли некие трудности, я, конечно, вообще не понимаю, что тут происходит. Так, подождите-ка. Я обратно забрел, конечно, это очень плохо. И черт, да, в первый портал только попал. Ну, может, если обратно, то попаду в нормальный более-менее. И... да, мы обратно попали. Давайте попытаемся его разрушить, если, конечно, возможно, и да. Вроде бы как бы разрушили. И, ребята, хочу заметить, я не могу двигаться... Ох, ебать. Извините за выражение, но это действительно очень странно. Я могу двигаться только вот так поперек. Вот эти, сквозь эти линии я двигаться не могу, если что. Но, ладно, это нас все равно не остановит. Если я дальше не могу просто лететь и даже не могу телепортироваться с помощью что, конечно, то попробуем с помощью эндроженчиков, которые очень странно летят. Ох, ничего себе. Если честно, я вообще ничего не понимаю, ребята. Не знаю, на камеру может видно или нет, но... Они летят очень-очень странно. И... Тут вообще ничего не понятно, где я, что... Какие-то... Какие-то леды. Это два блока или один? Я просто не понимаю. Я вроде бы могу ломать. И, ребята, это один блок, да. Это то, про что я говорил в прошлом видеоролике. Ну, точнее, по Майнкрафту. Да, смотрите. Чем дальше мы заходим, тем боговнее земли становятся. Блоки растягиваются. Но, так или иначе, мы хотя бы с перлами можем перемещаться. Что ж, ребят, я думаю, дальше мы никак уже, в принципе, не сможем. Потому что дальше только океаны, только перлами. И, как бы, возможно, это и все, возможно, есть. Но я не знаю, конечно. Так что давайте попробуем перейти уже на Y. Да, сейчас мы на самый высокий, точнее, на самый низкий. То есть, минус, миллион или сколько-то там. Я, конечно, найду этот способ, как это сделать вообще. Но, чтобы это не было так слишком долго, то я включу ускорение. И вы сами сможете это все увидеть. Также коэффициент, насколько я ускорял, будет справа, точнее, слева в углу верхнем. И вы будете видеть, насколько долго это все шло. Продолжение следует... Продолжение следует... Что ж, ребята, я, конечно, знаю, что это еще не максимальные цифры, но у меня просто вылетел Minecraft. Да, это так, печально, но мы с вами дошли до предела, видимо, по крайней мере, моего телефона на компьютере, скорее всего. Это будет, естественно, больше, поскольку это вообще зависит от видеокарты компьютера и вообще от памяти телефона. Но это уже, впрочем-то, неважно. Вот до таких цифр мы с вами дошли. Весьма больших я вам скажу. Ну и что? Мне остается лишь сказать вам, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Хилш. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok